Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Не совсем, правда понятно, почему срочно, то есть откуда срочно, в теории, если в центр ребенок пойдет только завтра, то у вас времени в принципе достаточно. Тут, правда, есть момент такой, что за один, например, совет, да, вот как бы простой совет, профессиональный, да, профессиональный совет, не бывает, и как бы здесь нужно не советовать, а разбираться в том числе в отношениях между вами и ребенком. Как это, как бы это не звучало, ну, может быть, неприятно для вас, как бы это не звучало, не звучало, может быть, это не то, что вы хотели бы услышать, но тем не менее, тем не менее, по факту вот ситуация на данный момент обстоятельно. На мой взгляд, именно так, что та проблематика, которую вы описываете, связана исключительно с, во-первых, естественным развитием ребенка, то есть это нормально абсолютно, что мальчики решили, 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 дружить там, соответственно, напротив вас, против него, вот, абсолютно нормальная история, вот. Но вы, вот, именно вы, вот, именно вы, реагируете на это, как на что-то нормальное, вот, и соответственно, в этом скроется одна из основных проблем. То есть вот, то есть не то, что вы оказались не готовы, да? Вот. А то, что вы, по сути, вот, апроектировали так, как хотели, получается, вот. Но... Но... Сами... Вы... Этого не приняли. То есть, понимаете, дело не в том, что вы поступили как-то неверно, а дело в том, что, вы сами же сейчас оспариваете, э... свою реакцию, сами же оспаривайте, получается, свои ценности. И подобное противоречие, конечно же, может негативно достаточно влиять на вашего ребенка, просто потому что он подобное противоречие может чувствовать. Дальше, значит, сейчас я зачитаю ваш текст, чтобы дать комментарий. Итак, у меня мальчик, ребенок 6 лет, очень общительный мальчик не взрослый, никогда нигде с окружением проблем не было. Ну, смотрите, что здесь смущает. Во-первых, здесь смущает то, что вы пишете у меня. Вот, это первое. У меня это, когда говорят у меня мальчик, это очень часто бывает история про то, что между, значит, родителем, между родителем, да, между родителем, и ребенком отсутствует личный границ. Конечно, я могу ошибаться, вот, естественно, но зачастую происходит именно, именно так. Поэтому тут вот, вот это вот то, что вы вкладываете во фразу сразу у меня. А мальчик, да, вот это, конечно, на мой взгляд, нужно преследовать, дабы убедиться в том, что нет никаких, значит, трудностей, вот, связанных с личными границами между вами. Вот. Такая вот история. Дальше. Значит, очень общительный мальчик, никогда нигде с окружением проблем не было. Это у вас, ну, по-вашему мнению, не было. Вот. Вот. А, и, не факт, что вы знаете об этом. Понимаете, да? То есть тут вы вот, говорите в какой-то степени, на мой взгляд, излишне самоуверенно. Вот. Дальше. Ага. И вот, забрав очередной раз ИСАН на днях и спросив, как у него дела, ответил, что дела плохо, объяснил это так, что по неизвестной причине его друзья решили дружить против него. Поэтому на расторе на садатре идти желания нет. Сказалось, что стадо дружит с мальчиком, у которого целый рюкзак игрушек. История классическая, но здесь важно действие отца. Вот. Здесь важно, важно именно действие отца. То есть, соответственно, это именно та фигура, которая могла бы помочь ребенку, как, соответственно, ну, мужчина, мужчина, да? с этим разобраться. Вот. Понимаете, да? Какая, какая штука, какая штука. Вот. Вам, как женщине, естественно, естественно, тяжеловато здесь будет. потому что вы именно вот женщина. Вот. Я ничего не имею против, как бы, ну, того, что вы пытаетесь помочь, но вместе с тем, думаю, что ваши, значит, возможности здесь ограничено. Вот. Как мне кажется, по крайней мере. Вот. Дальше. Я, так как не была готова, сказала глупость. Вот. Понимаете? Порядокс в том, что вы сказали не глупость. А, вы сказали глупость. То, что вам было актуально. Вот. Вы сказали, а, то, что вам хотелось. А, и то, что вы не принимаете к сожалению себе. Вот. То есть, нет ничего плохого в том, что у вас, к примеру, есть определенные ценности. Да? Вот. Нет ничего плохого в том, что у вас есть определенные приоритеты. Вот. И нет ничего плохого, чтобы их выражать. Эти самые приоритеты. Но вы их как будто бы оспарываете. Понимаете? Какая штука. Вот. Вот. И в этом основная трога. Как мне кажется. Вот. Дальше. Так. Сказала глупость. Возьмите мою любимую дорогущую игрушку, которую не давало в сад, и завтра все они будут дружить с тобой. Но ты им скажи зачем пришли, вы теперь дружите не со мной. Ведь вы не дружите со мной. А почему игрушку-то не давали? Сейчас. Дорогущую, как вы говорите. Вот. С чем это связано, что не давали игрушку? Вот. Какой вопрос у меня. Это, опять же, как мне кажется, история-то про ваши ценности вот здесь. Вот. Так что, я бы сказал, что они эти ценности у вас проявили все раньше. Вот. Ну или проявляли все раньше, скажем так. Только вы, по-видимому, продолжаете это отрицать. Вот. А вот об этом я и пытаюсь вам, собственно, сказать. Я считаю, что это было сказано мной зря и сделано зря. Да. Нужно разобраться, с чем это связано. Это неправильно. Неправильно. Ну вот, когда вы говорите, что что-то неправильно, вряд ли вы приближаетесь к какому-то хорошему результату. Потому что, правильно или нет, вы говорите и делаете, в принципе, то, что вам важно, то, что вам ценно. Вот. По какой-то причине игнорировать. Опа. Поэтому тут, как бы, надеюсь, вы понимаете, что с вами это все. Друзить нужно не в игрушке. Да, возможно. Друзить нужно не в игрушке. А может быть для вас по-другому? Получается, преподавала такой вот плохой урок ребенку. Нет, вы не преподали плохой урок ребенку. Вы вообще никакого урока не преподали. Если только сами такой модели поведения не придерживаетесь. Вот. И ребенок не видит, так сказать, наглядно, как это все происходит. Вот. Если такого нет, то никакого урока тоже нет. Вот. И, когда вы это говорите, что дружить нужно не в игрушке, как вам это отвлекает? Что вы чувствуете, когда говорите это? Вот именно просто, что вы чувствуете, что вы ощущаете, когда говорите подобное, подобное, ну, про подобное. Вот. На мой взгляд, это важно. Потому что, если вы чувствуете, например, воодушевление, если вы чувствуете легкость, если вы чувствуете как-будто бы вот такую, ну, наполненность, да, если вы ощущаете наполненность, что-то другое, то это уже, ну, повод серьезно поисследовать этот момент. Вот. Поэтому здесь не обращаюсь к вашим чувствам, чтобы чувствуете когда-то говорить. Вот. И что вы почувствовали, когда ребенку вам сказали первый вариант? Вариант. Вариант. Полагаю, что речь идет про стыд. Я полагаю, что речь идет про стыд. Но все равно хотел бы, чтобы вы постарались увидеть, возможно, что кроме стыда, вы еще там ощущали. Наверняка это была какая-то обида, наверняка вам как-то стало неприятно, вот. Это нормально, но вам захотелось как будто бы отомстить, вам захотелось как будто бы проучить, ну детей я имею ввиду, судя по тому, что вы написали, а это весьма важный момент. Так, подскажите как теперь справить ситуацию, рассказать о своем отношении ребенку. Как объяснить ребенку, каким образом вести себя, если происходят такие ситуации. Я думаю, что ребенок сам сможет найти то, как ему обратиться с тем, что происходит. Вот, если вы будете с ним искренне, если вы не будете вот, эм, тратить большого количества своей энергии на то, чтобы поступать правильно или неправильно, будете принимать себя, в том числе и свою вот не идеальность, да. Вот, значит, ну что, объяснять ребенку, как ему вести себя в подобных ситуациях, ну, на мой взгляд, абсолютно не имеет. Какого-либо смысла, в том числе, это, извините, ребенок, да, он, как бы, к объяснениям, ну, будет относиться довольно-таки скептически. Вот, и, кстати, совершенно верно, что, ну, совершенно верно, совершенно оправданно, вот. Несложно увидеть у вас некоторую требовательность в тексте, в тексте, вот. Некоторую требовательность, некоторая уверенность, что существует единственно верный, единственно правильный вариант. Это не, это не так. Не существует. Чтобы ребенок знал, как вести себя в подобных ситуациях, вам необходимо, ну, эм, показывать ему, каково это быть искренним, каково это быть, эм, собой. А для этого вам, естественно, нужно учиться, эээ, самой быть естественным. Вот. Понимаете? А для этого, вот, необходимо работать с теми противоречиями, которые у вас есть, и признанием ваших ценностей не такими, какие они должны быть, по вашему мнению, а такие, какие они для вас реально существуют. Вот. Это то, что может быть вам полезно с точки зрения, ну, моей точки зрения, с точки зрения психотерапии, вот. А, никакие советы, вот, здесь, как бы, не помогут. Да и не профессионально это, как я уже сказал. Вот. Поэтому обращайтесь за помощью, будем разбираться и помойте себе и своему ребенку. И отца обязательно тоже нужно привлекать к этому вопросу. А, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу и позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена.